Это программа «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В этом выпуске. Коммунальные войны. Кто отремонтирует Барнаульский дом, пока за него борются управляющие компании? Пришла беда. Погорельцам из Рубцовска. Срочно требуется помощь. Летим на Марс? Зачем жители края оформляют билеты на далекую планету? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилье, которое не сегодня-завтра может рухнуть прямо на них. Дома, построенные еще в послевоенное время, из шлака, дерева и шифера. По словам главы Топчихинского района, пикетчики не попадают под программу расселения из ветхого аварийного жилья. Она касается только многоквартирных домов. В качестве альтернативы местные власти предложили пенсионерам переехать в жилье из маневренного фонда. По 9 квадратов на каждого человека. Жители посчитали это издевательством и сравнили 9 квадратов с размером, простите, туалета. Теперь они ищут поддержки от властей краевых. Посмотрите, во что превратили наши дома. К нам в редакцию обратились с жалобой на управляющую компанию, которая, по словам жильцов, некачественно выполняет свою работу. И к тому же тратит крупные суммы в тайне от собственников. В самой управляющей компании уверены, жители негативно настраивают конкуренты. В непростой ситуации попытался разобраться Андрей Дреер. Как снег на голову в минувшую зиму, добрая новость влилась в просторы соцсетей. Активный житель индустриального района Николай Хлудеев якобы бесплатно построил снежный Диснейленд. Каждый день Николай Хлудеев выходит с лопаты и убирает снег с детской площадки, как будто ему за это платят. И оказалось, платили. Но узнали об этом только сейчас. Зимой управляющая компания заключила договор на строительство снежной игровой площадки и ее содержание. По итогу нам показывают отчет годовые с трех домов. Сколько, если не ошибаюсь? Почти сто тысяч ему заплачено. Без нашего согласия. Несогласны жители и с подходом к обслуживанию домов. Претензий к управляющей компании у жителей много. В основном они касаются обслуживания территории. Например, покраски вот этой лавочки. Покрасили ее две недели назад и до сих пор здесь лежат вот такие доски, потому что сидеть на самой лавочке невозможно. Поднимаем. И несмотря на то, что краска лежит уже давно, до сих пор можно оставить ее на штанах. За штаны управляющая компания готова ущерб возместить и принимает претензии. Директор уверяет, будут работать и по другим проблемам. Их много. Об устройстве территории, мусор, качество ремонта в подъездах жители решили сменить обслуживающую организацию, но провести собрание им мешают. Препятствуют, срывают объявления наши, которые мы собираем собственников, чтобы организовать собрание, поговорить, утвердить то, что мы хотим. С 31 числа нам подсунули эти бумажки, что это рейдерский захват. Не рейдерский захват, мы хотим просто сменить управляющую компанию. И появилась управляющая компания, которая захотела принять к себе 4 дома. Для чего, конечно, нужно сместить действующую организацию, ДКХ. Развернулась настоящая холодная война. Действующая УК выступала против недовольных жителей. Появились компрометирующие листовки. Полиция постановила, это порочит честь и достоинство. Агитация конкурентов не отставала. Жителей собрал человек, называющий себя общественным жилищным инспектором. И указывала на то, что сменить обслуживающую организацию собственникам необходимо. Человек, который называет себя общественным инспектором от жилищной инспекции, пытается совместно с одной из управляющих компаний, которая работает в городе, грубо говоря, захватить, набрать как можно больше домов. Так называемый захватчик – это ООО «Сибирский альянс». Оказалось, перевести дома под свое управление они пытаются не в первый раз и действуют довольно агрессивно. С этой проблемой сталкивались и другие управляющие компании. Говорят, что у нас планы такие, мы не остановимся, молодая, динамично развивающая компания. Поэтому не то, что бойтесь нас, но мы вас предупреждаем. У них получалось уже как-то удачно выйти? Да, у нас один дом ушел под их управление в этом году. Сам общественный инспектор утверждает, что не призывал собственников перейти под крыло Сибирского альянса. То, что ко мне люди приходят в офис, то, что обращаются, приносят платежные документы, поясняю, разъясняю, это не означает, что я перетягиваю куда-то. При этом в жилищной инспекции говорят, общественный жилищный инспектор по закону не может не осуществлять прием граждан, не быть инициатором проверки, ведь возможен конфликт интересов. А некоторые жители уже задумались, поможет ли решить их проблемы смена управляющей компании, если к неубранному мусору на территории дома добавятся лишь нечистые методы. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Жителям Рубцовска нужна ваша помощь прямо сейчас. В понедельник вечером у семьи Гридяевых полностью сгорел дом. Личные вещи и документы не удалось спасти. К счастью, все живы. Предварительная причина трагедии – замыкание электропроводки. В семье Гридяевых двое детей, трех и одиннадцати лет. Старшему ребенку в первую очередь требуется все, что необходимо для учебы в школе. Сейчас на ваших экранах телефоны родителей. Можно звонить, лично помогать. Можно звонить Дмитрию. Он находится в Барнауле и готов забрать вещи. Семья будет благодарна любой материальной помощи. В данный момент, конечно, нам необходима материальная помощь, строительные материалы на постройку нового дома. И в первую очередь, что в 21 сентября мы готовы к даршему ребенку, что младший должен был 12 августа зайти сзади. Давайте поможем. Продолжаем выпуск. Старый мост через реку Обе в Барнауле все еще закрыт для проезда автомобильного транспорта. Ремонтные работы там планировали завершить 31 июля. Но срок ограничений сдвинули еще на месяц, до 31 августа. По словам представителей Западно-Сибирской железной дороги, а именно РЖД является заказчиком проводимых работ, подрядчик не успел справиться в срок из-за погоды, а точнее проливных дождей в июле. На старом мосту, который, напомню, еще в 2013 году являлся аварийным, сейчас обновляют металлические конструкции, удаляют коррозию. Это своего рода реставрация, которую, по заверению специалистов, необходимо проводить раз в 8 лет. Это позволит продлить срок эксплуатации моста и не допустить чрезвычайных ситуаций. Добавлю, работы проводят с 10 вечера и до 6 утра. Именно на этот период и ограничено движение транспорта до 31 августа. Влияет на его состояние, безусловно, в плане, потому что коррозия, она может разведать металлические конструкции и тем, создавая угрозу безопасности движения. Но сейчас такого нет. И чтобы этого не допустить, как раз и нужны такие работы, которые проводятся примерно раз в 8 лет. По тех стандартам, тех технических требований, которые у нас в ЖД существуют, мы проводим. Ну а в эти минуты в Барнауле проходит награждение лучших строителей региона. Чествование приурочено ко дню строителя, который вся страна отметит в это воскресенье. В ДК города сегодня собрались также известные архитекторы, инженеры, подрядчики и проектировщики края. Всего в строительной отрасли трудится более 20 тысяч человек. Благодаря их работе каждый год в регионе сдаются десятки новых жилых домов, строятся крупные торговые центры. Сегодня определят лидеров отрасли и отметят предприятия, достигшие высоких показателей по вводу жилья. Кстати, там же, в ДК города, сегодня организована выставка архитектурных макетов новых жилых комплексов, которые в ближайшем будущем украсят Барнаул. Интересно, увидит ли их наш корреспондент Илья Кочетков. В следующем году он отправится на Марс. Правда, виртуально. На микропластинке, размещенной на аппарате, который отправится на Красную планету, разместят его имя. Об этом свидетельствует особый именной билет-сертификат. Вместе с ним, таким же образом, в символическое путешествие отправится по меньшей мере 9 миллионов жителей Земли. Все они участники акции, которую организовало Американское космическое агентство НАСА в преддверии запуска исследовательского корабля Марс-2020. Желающие могут бесплатно зарегистрироваться на специальном сайте, их имя внесут в особую базу и затем нанесут на пластину размером с монету. Сделать это нужно до 30 сентября. По статистике сайта, самыми активными марсианами являются жители Турции, Индии, Соединенных Штатов. Там число участников превысило миллионы. А вот россияне не особо активны, чуть больше 100 тысяч человек. Аппарат отправится в космос ровно через год, следующим летом. И уже в феврале окажется на поверхности Марса. Одна из главных задач этой миссии — поиск признаков жизни на Красной планете. Ну а мы через несколько секунд узнаем о том, какая будет погода. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, социальных сетях Instagram, ВКонтакте и Facebook. Там не только новости, но и розыгрыши с призами и жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире.